Какую цену заплатил Донецк за призрак перемирия? Не хочется убивать, правда? Марина Ахмедова 19 F 2015 Next Фото Дмитрий Беляков полковой священник батальона Восток Отец Борис беседует с украинскими военнопленными Война – это не люди, война – это идея перейти в фотогалерею в тот день, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии решали в Минске судьбы мира В Донецке погибли семь местных жителей Еще 14 были ранены Такого ужаса, как в январе и феврале, в Донбассе не было даже в августе Сотни погибших, тысячи раненых, морги переполнены Но не только смерть, горе и отчаяние, а и проблеск надежды В новом донецком репортаже Марины Ахмедовой Донецк База батальона Восток Территория батальона Восток окружена забором В воздухе, мороз и отдаленные раскаты градов По дорожке идет полковой священник в подреснике и военной куртке Батюшка, окликает его высокий мужчина, и, приблизившись, склоняет для благословения голову Отведя отца Бориса в сторонку, он тихо, давя на слова, говорит тому в ухо Я их спрашиваю, вы для чего сюда пришли? Учиться Хотите быть солдатами? Умейте ударить А они мне начинают рассказывать, какие они хорошие и не могут человека бить А тут еще брат звонил, сказал, знал бы, что война будет Не пил бы, здоровье берег Монах, представляется он, заметив мой взгляд Бывший десантник, тренирую бойцов Когда-то хотел стать монахом А вообще-то 13 декабря у меня погиб сын В лице отца Бориса ничего не меняется Священник только кивает седой головой и продолжает молчать, когда монах рассказывает подробности смерти своего сына Они пошли за двухсотом Танк должен встать на поле так, чтобы раненого или убитого прикрыть Руками он показывает местоположение машины, словно начинает инструктаж Развернуть ствол и пулемет так, чтобы высматривать с брони снайперов или гранатометы Загрузить Снайпер выстрелил сыну под правую лопатку Если бы его вовремя привезли Но он истек кровью Стоила жизнь вашего сына того, чтобы забрать другого убитого с поля боя? Спрашиваю его Монах поднимает к небу глаза, всем видом демонстрируя, что на любой ученический вопрос требуется, сохранив спокойствие, дать терпеливый ответ Батюшка следит за ним цепкими голубыми глазами Тело должно быть предано земле, с расстановками отвечает монах Что вы чувствуете по отношению к тому снайперу? Он такой же солдат, как и я Что вы вообще чувствуете? Я, образец военной подготовки Снова подняв глаза к небу, чеканит он, железный Феликс, если хотите Крепкий и несгибаемый Поверьте, свои эмоции можно контролировать Но стоит ему произнести эти слова Как под нижние веки его темный глаз выходит влага, не похожая на слезы Он шумно втягивает воздух и становится похож на человека, подвергаемого сейчас тяжелой пытке Которую он собирается перетерпеть молча Поверьте, криво ухмыляется он У меня дома лежит специальный платочек, четкие свечка Дотранувшись до ножа, он уходит Батюшка идет дальше Об отце, потерявшем сына, он говорит только одно Он хотел стать монахом, вот он и им и стал К штабу ведет крыльцо, огороженное от плаца пристройкой из красного кирпича Плац в движении, здесь курят и возвращаются в штаб Отсюда спешат за территорию базы машины, и ворота Открываясь и закрываясь, пропускают и выпускают новые Со ступенек спускается рыжий мужчина лет пятидесяти с мягким одутловатым лицом Володя, тихо произносит священник, не обращаясь к нему Воин по духу, хотя простой шахтер И я бывший шахтер И вот мой друг Володя, продолжает он, наблюдая с расстояния за мужчиной Пережил страшные кошмары и страдания, когда уложил пятерых Стрелял вплотную А это, серьезная вещь Пришел ко мне за помощью И что вы ему сказали? А не знаю Просто поговорили К убийству не привыкнуть Душа у него болела В начале девяностых одна прихожанка привела меня к своему отцу Пособоровать и причастить его перед смертью Он был летчиком во время Второй мировой И он сказал мне, постепенно до меня дошло, что немцы тоже были людьми Это очень непростые вещи, он шумно и нетерпеливо вздыхает А если бы те пятера прошли? Спросил я Володю Они бы убили тебя, и твоих товарищей Куда деваться? Мы вынуждены это делать И это, не Володина вина, а наша общая, моя и ваша Заметив священника, Володя направляется к нему Сложив руки, принимает благословение На его лице, когда он поднимает голову, мягкая осторожная улыбка Они со священником обмениваются взглядами И отец Борис Кивком голову показывает ему Все знаю Я подпустил их близко, говорит Владимир, рассказывая о том боя Выстрелил, у него на шее пятнышко появилось И кровь пошла из него стройкой И остальных перестрелял Потом гранату достал, а из нее чеку, для себя Танки шли А мне не стыдно было уходить Я свое дело сделал Другой рукой крестик свой достал, поцеловал его Молитв не знал, просто просил прощения у Бога И тут мне так легко стало И мысль пришла Танки стреляют, пыль идет Значит, в пыли можно побежать и спрятаться в зеленьке А потом вспомнил убитых, и слезы потекли А батюшка сказал, что церковь не осуждает Он прикрывает глаза и, запрокинув лицо вверх, чему-то мягко улыбается Кабинет священника находится прямо на базе На его двери табличка «Батюшка» Здесь есть два стула, тумба и стол, на котором стоит компьютер Батюшка, сняв куртку, садится за него и углубляется в документ Высвечивающийся на экране В какой-то степени войну можно уподобить деторождению Зачатие детей происходит в страсти И поэтому каждый младенец подвержен первородному греху Так и на войне православный христианин поднимает свой меч Не чтобы спасти себя самого А чтобы спасти свой народ, своих ближних, свою веру Кальмюс скован льдом Город прошивают залпу проганов, которые похожи на огненный рык чудовища, засевшего за чертой города Прохожие не замедляют крадущейся осторожной походки по набережной, покрытой коркой тонкого льда Светятся стволы тонких берез Белеют дутые головы фонарей Скоро снаряд прилетит в очередь за гуманитарной помощью, которая выстроилась возле местного дома культуры Погибнут 12 человек По улице Ильинка тянутся ряды одноэтажных частных домов Некоторые разбиты, заборы держат куски шифера, слетевшие с крыш Посеченные фонарные столбы с повисшими проводами, поднимаясь выше черных деревьев Проходят через все небо, располосованное в серый, белый и серо-желтый, говорящие о том, что завтра будет солнечно Дома, разворошенные снарядами, показывают бедное убранство здешней прежней жизни В один из дворов ведет запертая дверь, но самого забора больше нет Отсюда видны стены комнат, заклеенные желтыми обоями, почерневшая от огня треугольная крыша дома Возле воронки во дворе, оконные рамки, двери, куски мебели и каркас ядовито-зеленой детской машинки Здесь погиб ребенок, а его матери оторвало ногу По корке острова льда тонкими лапами скользит маленькая дворняга За ней следует дед в мешковатых грязных штанах Ее мамку спалила, говорит он Она в будке родила щенков Будку перевернула, одна эта осталась Он кивает на собаку, и та оборачивает к нему огромные светящиеся глаза Сейчас мы с ней в гости идем к соседу В заднем дворе у разбитого дома лает большая собака По ее лаю не понять, она оставлена тут охранять разрушенное добро или забыто на цепи С другой стороны улица молодой человек в гражданском моет забор жесткой щеткой За забором растет высокий орех Губы человека сжаты, отчего на щеке видна дутловатость Там во дворе собака лает, приближаясь к нему Вы не знаете, она на цепи Что собака, поворачивается он У меня тут отец вышел к калитке, его положила Вот отмываю калитку от его крови, он снова берется за работу, макая щетку в ведро Можно выразить вам соболезнование А вы не из Украины? Из России? Показать паспорт? Покажите Выражайте, приняв соболезнование, он уходит в дом, но вскоре возвращается с пластиковой коробкой из-под круглого торта Она заполнена осколками снаряда, попавшими в отца Он вышел покурить, говорит молодой человек Открыл калитку вот эту вот, и все Он сторожем работал в больнице, и мамка там же, медработником, руками в вязаных рабочих перчатках он обнимает коробку А я работаю на хлебозаводе механиком И, получается, вышел я на смену, мне сестра звонит, весь поселок сложила, у нас полдвора улетела, отец погиб, а брату его троюродному глаза повыбивало Они вместе работали, меняли друг друга Он подошел к окну, и ему осколками этими в глаза Он в больнице лежит и спрашивает, почему мне Серега не звонит А ему не говорят, что батю положила сразу здесь Ладно, пойду я заниматься делами А Антону я позвоню насчет привязанной собаки Он родственник их ней, показывает на тот двор У нас вон, видите, за столбом миска стоит Мать подкармливает всех этих собак Из двора выходит мать В халате накинутой поверх него куртки От нее сильно пахнет валидолом В глазу у нее, кровавый клубок лопнувших капилляров Хуже уже не будет, говорит она Я сейчас сижу на валидоле и корвалоле Вон его куртка, она поднимает глаза к дереву На верхних ветвях которого висят клочки одежды Украсил он мне орех своей курткой Все разлетелось Голый остался В общежитии для беженцев отец Борис занимает небольшую комнату Над входной дверью с той стороны висит бумажная икона святителя Николая Священник сидит в низком кресле За бок которого заткнут старый черный дипломат На голове у него наушники для стрельбы из снайперской винтовки Хорошие наушники, поправляя их, говорит отец Борис Ребята подарили, чтобы лучше слышал Я уже на церковном покое Трудно мне службу служить из-за плохого слуха Попросился сюда и здесь делаю то, что могу Да все очень просто Над его головой висит картина Высокий ручей спускается между синих сосен Через редкую тюлевую занавеску просвечивают верхушки деревьев Церковь правильно делает, продолжает он Вот сейчас идет гражданская война И если церковь займет чью-то сторону, то это в принципе будет неправильно Потому что люди равны Злом зло не победить Только добром Только так и нужно А другого пути нет Я как-то беседовал с нашими ребятами Спросил их, что такое по-настоящему победить врага Они мне ответили Ну, взять его в плен, убить Нет, сказал им я По-настоящему победить врага Это сделать его своим другом Вот это будет настоящей победой Видишь ли, он спускает наушники за голову К религии я пришел осознанно Я ведь не верю в Бога Я эту стадию прошел Я, человек, который убедился и знает, что Бог есть А к войне у меня однозначное отношение В ней есть смысл и попущение Божие Если б не было войны, было бы хуже Конфликтов может не быть только в раю А в этой жизни все перемешалось Добро и зло Наши прародители Адам и Ева так захотели А люди теперь разбираются Когда конфликт в обществе по-другому решить нельзя Начинается война И, как ни странно, она должна принести пользу Одних война оставит, других — ломает И там, и тут встречаются люди, для которых война — мат родна Их натура — насилие и мородерство Но все же задача общества — защита своей земли, образа жизни, без которого мы не можем Иначе бы люди не пошли воевать А они пошли вполне осознанно И это стало важным очистительным и мобилизационным моментом Люди потеряли дома, близких, но они находят в себе силы Вот тебе мой отрешенный взгляд на войну Его рыкающий голос, разделенный мирными паузами, разносится по маленькой комнате Ободок наушников пригладился дую гриву Священник похож на старого льва Подожди! Я тебе скажу! К сожалению, война, если ее не остановить сейчас, пойдет дальше И когда она закончится? Если б мы знали! И слава Богу, что не знаем Ты вспомни, в каком состоянии Советский Союз вступил во Вторую мировую и в каком из нее вышел На людях до войны еще сказывались отголоски гражданской войны, лагеря и все прочее А за время войны произошло духовное переформатирование людей Когда началась война, Сталин в первые дни не выступал с обращением Только через 20 дней его голос прозвучал по радио И начал он свою речь словами братья и сестры Война сплотила всех Так и здесь, на Донбассе, происходит быстрое переформатирование людей Мы не можем сейчас прекратить войну, это не в наших силах Но мы за это боремся, становясь другими людьми Ведь не только силы побеждают на войне, но и правильным отношением Что такое антихрист? Идея, да? Люди ее раскручивают, чтобы познать...